Всем привет! Под ваши бурные лайки и просмотры продолжаем мучить сборку на основе уже не очень актуального, но доступного Core i3-9100F. Теперь смоделировав серьёзный апгрейд, в пару к нему поставим видеокарту RTX 2060 Super. И посмотрим, насколько дисбалансным окажется такой конфиг и можно ли на нём поиграть с райтрейсингом. Если вы у нас впервые, то кратко расскажем предысторию этого мини-цикла. Зимой у нас на канале вышел теоретический материал по выбору оптимального игрового ПК с бюджетом в 500 баксов. В нём мы упоминали, как многим показалось, спорную связку Core i3-9100F и GTX 1650. Недавно устроили тест-драйв такой сборки, а потом заменили видеокарту на GTX 1650 Super и прошлись по тем же играм. Все ссылки есть в описании и во всплывашке. Также в комментариях были предложения взять на роль видеокарты что-то помощнее от GTX 1660 до RTX 2060 Super. По цене и последнее доступно многим геймерам, а её 8-гиговый видеобуфер вытягивает многие игры на ультрах. Плюс наличие ядер RT и Tensor позволяет окунуться в мир проектов с райтрейсингом. На рынке есть множество вариантов видеокарты этой серии, но мы обратили свой взор на более народную и доступную Politi GeForce RTX 2060 Super Dual. Она работает на эталонных частотах GPU и видеопамяти. Подсистема питания включает в себя надёжные микросхемы DRMOS, а за охлаждение внутренних узлов отвечает двуслотовый кулер с несколькими медными тепловыми трубками, алюминиевым радиатором и двумя осевыми вентиляторами диаметром 90 мм. В играх температура GPU не превышала 83 градусов, при критических – 89. А частота поднималась в район 1800 МГц и выше. Кстати, температуру можно визуально мониторить с помощью встроенной простенькой LED-подсветки, но если вам необходим разгон, то есть фирменная утилита Thunder Master. Остальные компоненты сборки остались прежними. Частично имеющиеся у нас, а чего не хватало, помогли партнёры. В частности, процессор Core i3-9100F для тестов предоставил магазин TeleMart. Камушек имеет 4 ядра в 4 потока с базовой частотой 3,6 ГГц. Динамическая скорость всех четырёх орехов не превышает 4 ГГц, и лишь в однопоточном режиме можно рассчитывать на 4,2 ГГц. Материнскую плату взяли под стать процессору, хотя можно было бы сэкономить ещё больше. Ezra H310CM HDV M.2 отличается от более доступных моделей наличием в слоте M.2 с поддержкой SATA и PCIe SSD, а также лан-контроллером Intel вместо Realtek. Процессор к нам приехал без штатного кулера. Ну, в принципе и славно. Смогли на практике оценить эффективность недорогой башни Silverstone KR-02. Она справляется даже со 130-ваттными моделями, а также подходит для более горячих вариантов при хорошей циркуляции воздуха в корпусе. В этом кулеру помогают 3 6-мм тепловые трубки и 92-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике. Контроллер УЗУ процессора не поддерживает быстрые модули, поэтому остановили выбор на максимально возможном варианте – 16-гиговом наборе DDR4-2400 HyperX Fury RGB. Он предлагает яркую LED-подсветку с технологией синхронизации HyperX Infrared Sync, совместимость с профилями Intel XMP и функцию авторазгона Plug&Play до 2666 МГц, если CPU и плата, конечно, позволяют. Естественно, в современную систему со слотом M.2 напрашивается ёмкий и быстрый твердотельник, например, Patriot P300 объёмом 512 ГБ. В оптимальных условиях максимальные последовательные скорости чтения и записи составляют 1700 и 1200 МБ в секунду, соответственно. Другие требовательные игры поставили на 2,5-дюймовый SSD Patriot Burst, а для всего остального использовали винчестер Seagate Barracuda. Блок питания не обязательно должен быть очень дорогим, но и в сторону ультрабюджетного ширпотреба смотреть, конечно, не советуем. И вот альтернативный вариант – это 600-ваттный Silverstone ST60E ES230. Он радует одной линией плюс 12 Вольт, тихим 120-мм вентилятором, базовым набором защит и эффективностью более 80%. Корпус Silverstone PS15 является ярким воплощением девиза «маленький да удаленький». Он создан под платы формата Micro ATX и Mini DTX. Высота процессорного кулера не должна превышать 154 мм, а длина видеокарты – 314. Радует наличие сетки на фронтальной панели, съёмного пылевого фильтра на верхней и закалённого стекла на боковой. Короче, выглядит он симпатично и собирать систему в нём удобно. Что касается периферии, да, мы о ней тоже не забудем, то в сборке она представлена брендом Redragon. И о ней у нас сложились следующие впечатления. Механическая клавиатура Redragon DAX использует компактный формат TKL. Клавиши утоплены в корпус, а в их основе находятся синие кликающие переключатели Otomo Blue. Подсветка есть, но её реализация нам не понравилась, честно. Хотя, конечно, это субъективно. Зато порадовал ряд дополнительных функций, включая мультимедийные. Мышка Redragon NotoZor обладает оптическим сенсором с хорошим позиционированием и четырьмя предустановленными профилями от 1000 до 3200 dpi. Для быстрого переключения есть специальная кнопка возле колёсика прокрутки. Причём каждый режим имеет свой цвет для быстрой визуальной индикации. А три тефлоновые ножки на основании гарантируют хорошее скольжение мышки. Гладкий и приятный на ощупь коврик Redragon Capricorn выделяется симпатичным принтом и прошивкой по периметру. Основание изготовлено из вспененного каучука. В общем, по столу не ёрзает. Наушники Redragon Aris выглядят неплохо, но при подробном знакомстве хорошо видна их бюджетная сущность. Конструкция полностью пластиковая и ощущается хлипкой. Зато порадовало мягкое оголовье и комфортные сменные амбушюры. Звукоизоляция слабая, а качество звука среднее, с неплохой проработкой низких и высоких частот. Но вот средние кажутся приглушёнными. Ну и наконец, с геймплея записаны внешняя система из CyberMedia Live Gamer 4K, то есть без потери производительности. Все актуальные ссылки на комплектующие из этого стенда есть в описании и прикреплённом комменте. Итак, в прошлых сборках на i3-9100F обошлись без прогревочных тестов ввиду низкого тепловыделения видеокарт. Но теперь у нас 175-ваттная модель в компактном корпусе. Не приведёт ли это к перегреву и троттлингу? Сейчас посмотрим. При одновременном запуске стресс-тестов AIDA64 и FureMark, температура графического процессора стабилизировалась на уровне 82 градусов, а ядра CPU не прогревались выше 64 градусов. При этом в тест-лабе было тридцатка. Система работает шумновато, но без ошибок. Также обратили внимание, что линия плюс 12 вольт просела до 11,7 вольта, а напряжение на каналах плюс 5 и 3,3 вольта превышает номинал. Но в общем, всё в пределах допустимого диапазона плюс-минус 5%, так что норма. Уже через несколько минут после завершения стресс-тестов температура процессора упала максимум до 47 градусов, а видеокарты до 50. Естественно, снизились и скорости вращения вертушек, а также шум. Ещё несколько минут простоя, и температура GPU уже не превышает 41 градуса, а процессора 37. Сказывается хорошая продуваемость корпуса, но парочка дополнительных вентиляторов не помешала бы. После этого запустили несколько синтетических бенчмарков, если кому интересно. Всё, переходим к тестам в реальных играх. Ну и в этот раз представителем лёгких онлайн-проектов выступает World of Tanks. При ультра-настройках стоит обратить внимание на около сотни FPS в графе очень редких событий. Обратили всё, дальше можно не смотреть, лучше сосредоточиться на событиях в бою. Высокий присед качества в ARK Survival Evolved снижает масштаб рендера до 80%. Пришлось вручную поднять его до сотни. В целом бегается неплохо, со средней скоростью около 60 FPS. Правда, и без небольших фризов не обходится. Но ARK, извините, это простительно. В Rust выкрутили все основные настройки на максимум и ожидали увидеть фрезы или хотя бы статоры. Но их не было. Показатель 0,1% лова опускается до 26 кадров в секунду, однако без негативных последствий для видеоряда. Процессор загружен высоко, а видеокарта на 60-80%. Escape from Tarkov можно поиграть на ультрах с подлагиваниями и средней скоростью в районе 60 кадров в секунду. При стрельбе дискомфорта не было. Процессора хватает с запасом, хотя и видеокарта загружена в лучшем случае на 60-70%. PUBG при народном миксе ультра и низких настроек проблем не создавала. Поэтому решили повысить ставки и подняли все на ультра. Но и вот тут уже как повезет. В одном бою бегалось без подлагиваний, а в другом они появлялись, но на удобство стрельбы не влияли. Средняя скорость и вовсе поднимается до сотни FPS. В Fortnite можно было бы поиграть на эпическом пресете, если бы не постоянные фрезы. Они просаживают статистику 1,01% лоу ниже 20 кадров в секунду. Средняя же скорость держится выше 120 FPS. Загрузка процессора максимальная. Причем от перехода к среднему профилю процессору легче не становится. Из позитивных моментов практически исчезают фрезы, и в графе 0,1% лоу менее 17 FPS не было. Ну а остальная статистика вовсе не вызывает поводов для беспокойства. В Apex Legends попросили движок подобрать настройки. Он выбрал почти максимальные, но постеснялся детализацию теней поднять до очень высокого уровня. Это мы сделали вместо него. В итоге процессор постоянно загружен на 90-100%. Однако уже с первого боя не было никаких проблем с отзывчивостью управления и плавностью видеоряда. В Call of Duty Warzone можно сходу все настройки выкручивать на максимум. Да, системе будет тяжело, зато глаз радуется от качества картинки и плавности видеоряда со средней скоростью за сотню FPS. А комфортность управления позволяет вести прицельный огонь по врагам. Одним словом, претензий нет. GTA V при почти максимальных настройках графики и постоянной активности накопителя летает без фрезов и подлагиваний. Средняя скорость держится выше 60 кадров в секунду и даже не думает падать ниже этого заветного уровня. Остальные показатели опасений не внушают. Процессор загружен высоко, но к управлению вопросов не возникло. Третьего Ведьмака с такой сборкой можно проходить при максимальных настройках графики, да еще и с Hairworks. Все ядра CPU частенько загружены на 100%, а видеокарта используется на 80-90%. Изредка в Новиграде проскакивают легкие статоры, которые не влияют на качество геймплея. При этом желейности в управлении не было. За счет мощной видеокарты Assassin's Creed Odyssey можно пройти на самом высоком пресете графики. Но CPU с первых же секунд загружен под завязку. Статистические показатели невысокие, однако до фрезов или статоров дело не дошло. В целом же геймплею не хватает легкости и плавности. Для большего комфорта хотелось опуститься к высокому пресету. Максимальный профиль для Z-Division 2 назначает максимальную загрузку ядер процессора, а нагрузка на видеокарту может опускаться в район 70%. Хотя без мониторинга все эти нюансы не ощущаются. Видеоряд плавный и без подлагиваний. На управление позволяет вести прицельный огонь на разных дистанциях. Borderlands 3 наша любимица будет фризить, блин, в любом случае. Раз уж предстоит страдать, то хотя бы с красивой картинкой. При ультра пресете можно рассчитывать на 90 FPS в среднем и просадку показателя очень редких событий до 12 кадров в секунду. Стрелять не всегда полностью комфортно, но что поделать, в DirectX 12 было бы еще хуже. RTX 2060 Super вытягивает NFS Hit на ультрах, но процессор явно не в восторге от такой затеи. Он постоянно загружен на 100%, а видеокарта при этом на 80-90. Иногда проскакивают микрофрезы, однако они не мешают вписываться в повороты. На удивление, input lag даже не замечен, хотя мы ожидали его прихода. Star Wars Jedi Fallen Oders смело запускаем с эпическим пресетом. Только есть момент, для комфорта в обязательном порядке пришлось ограничить скорость на уровне 60 FPS. От подлагивания это не спасает, закатывайте обратно губу. Но хоть не будет никаких проблем с input lag и отзывчивостью управления. В Resident Evil 3 можно не только выбрать профиль приоритет графика, но и поднять качество текстур до высокого уровня, чтобы было красивее. На выходе получаем идеальный геймплей с максимальной загрузкой видеокарты и плавным видеорядом без фрезов и подергиваний. Даже показатель очень редких событий не просаживается ниже 60 кадров в секунду. Ну и под конец тестовой сессии решили поиграть с лучами. Shadow of the Tomb Raider при максимальном пресете графики в высоком рейтрейсинге и DLSS выдаёт в среднем 50 кадров в секунду. Местами проскакивают некритичные для одиночной игры под тормозки. Выше подниматься нет смысла. В топовых системах Metro Exodus можно проходить на ультрах с рейтрейсингом и без DLSS. Но вот в нашем случае так играть больно прям. Но спасает ситуацию включения DLSS. Всё становится очень плавно и приятно, со средней скоростью в районе 60 кадров в секунду. Процессору тяжеловато так прям, но он стойко держит удар и ограждает нас от желейности в управлении, чтобы никакие твари не подобрались живыми слишком близко. Control не балует высоким фреймрейтом и при обычных максимальных настройках графики. А если добавить лучи, то в обязательном порядке нужно включать DLSS. В таком случае средняя скорость держится в районе 55 кадров в секунду и без подлагиваний не обходится. Благо возникают они редко. А на десерт оставили три проекта на вулкан. Вольфенштейн Янблад с пресетом Майн Лейбен в среднем выдает 120 кадров в секунду. Показатель очень редких событий не просаживается ниже 58, поэтому призов и подтормозок в гости не ждите. При желании можно даже попробовать проходить с рейтрейсингом. Doom Eternal – адский кошмар. Никаких проблем, если не считать полчища монстров и нехватку боеприпасов. Геймплею не придраться, несмотря на постоянную активность накопителя. Средняя скорость держится на уровне 90 кадров в секунду, а в графе очень редких событий видим более 65. В этот раз движок Red Dead Redemption 2 адекватно подобрал настройки графики, чтобы было и красиво, и хорошо. Да, без заветных 60 фпс в городе, но и без фрезов со статорами. Причем управление полностью отзывчивое и комфортное. Процессора хватает с трудом, а видеокарта загружена на 60-70%. Итого, получается, что в пару к четырехъядерному Core i3-9100F можно будет поставить даже видеокарту уровня RTX 2060 Super, чтобы проходить игры при максимальных или очень высоких настройках графики. Да, частенько упор будет именно в процессорах. Его ядра загружены на 100%, а GPU не догружен. В некоторых проектах это приводит к подтормозкам и желейности в управлении. Но на помощь приходит вертикальная синхронизация или другие способы ограничения максимальной скорости. В таком случае пропадает input lag, и видеоряд становится более плавным, если сама игра не нуждается в дополнительной оптимизации. Порадовало, что в системе со сравнительно медленной памятью DDR4-2400 можно проходить и игры с рейтрейсингом при высоких настройках графики. Без DLSS, конечно, не обойтись, но прям критичного замыливания картинки не было. В целом же, какие мысли? Собирать игровую сборку на основе Core i3-9100F не лучший вариант. При возможности рекомендуем смотреть в сторону 6 и 8 поточных решений. Но если бюджет сильно ограничен, а рынок БУ вам безразличен, то этот процессор пока ещё выглядит молодцом. А вы как считаете? На какой бы вы его сменили при первой возможности? Сообщите нам об этом в комментариях. Также надеемся на лайки, подписку и репосты. Всего вам хорошего, будьте здоровы и до новых встреч!